Сейчас я хотел бы вместе с вами открыть Слово Божье. Вы знаете, я в определенном трепете, понимая все больше и больше, понимая ответственность, которая стоит перед проповедующими Слово Божье. Когда я был только человеком, пришедшим в церковь, мне казалось, что проповедовать очень легко, очень можешь выйти, говорить, что у тебя в сердце, что у тебя в мыслях, но с годами ты понимаешь, что людям не нужны твои мысли. Людям даже не столько интересно, что у тебя в сердце, на самом деле это надо признать. Людям нужен, как сегодня говорилось, хлеб с неба. Людям нужно Слово, которое звучит не из уст проповедника, которое звучит из уст Божьих. И когда мы говорим о том, что проповедник должен проповедовать Слово из уст Божьих, мы понимаем в то же самое время, какая ответственность лежит на человеке, заявить, что я имею Слово от Господа. Я действительно в таком состоянии трепета, потому что я сегодня хочу говорить о таких вещах, как грех, я хочу сегодня говорить о таких вещах, как свобода, вера. И мне хочется не просто, знаете, дать какое-то теологическое такое вот обоснование наших понятий. Мне хочется собрать воедино некую такую линию, как я верю, Божьего желания сегодня нам сказать что-то. Собрать воедино понятия, чтобы для нас открылась определенная, не знаю, часть природы Божьей, часть Божьего естества. Я назвал проповедь так, «Все, что не по вере, грех». Вы знаете, прежде всего хочу открыть Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 стиха. И там содержится интересное место, которое мы немножко порассуждаем над ним. 6 глава, 25 стиха я начну читать, когда открою. Итак, посему говорю вам, это учение Иисус учит людей, собравшихся Его послушать. Не бойтесь, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, а что одеться. Душа не больше пищи, тело одежды. Он задает вопрос. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Отец вас небесный питает их. Не гораздо ли лучше, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на локоть? И об одежде не заботясь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во славе своей не девался так, как всякая из них. И если траву полевую, которая сегодня есть, и завтра будет брошена в печь, Бог одевает так, коль мы паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие, правда его все приложится вам. Итак, не заботитесь о завтрашнем дне, ибо день завтрашний сам позаботится о своем. Довольно для каждого дня заботы своей. Мы все это прочитали, в принципе, ради 34 стиха. Можно было прочитать его отдельно, не заботитесь о завтрашнем дне, но я хотел, чтобы вы видели контекст, чтобы вы видели как бы такую предысторию, что Иисус учит и говорит, не заботитесь ни о пище, ни об одежде. Это не отменяет нам попечение о своей плоти. По сути, если воспринять эти слова буквально, мы могли бы прийти, как Адам съел в Эдемском саду, без всяких забот. Я не оделся, потому что я об этом не заботюсь, мне это не важно, я пришел голодный, потому что мне это тоже не важно. Мы понимаем, что это абсурдно, и поэтому мы видим подлинный смысл слова Христа. И он заключается как раз в этом 34 стихе. В завтрашнем дне не заботитесь, завтрашний день сам будет заботиться о своем. Интересно написано, завтрашний день сам будет заботиться. Каким это образом? Завтрашний день мне с утра вещи принесет и еду, вороны или что-то еще. Я хотел бы, чтобы здесь, я почему об этом говорю, это может быть косвенно, или так сказать, такое введение в тему, потому что человек обладает удивительным таким качеством, которое заложил в него Господь, оно называется воображение. Представление. Вот это место пусть пока будет. Сейчас я проведу к тому мысли, к той мысли, которую я хочу вас сегодня посеять с самого начала. Человек обладает воображением. Что человеку дает воображение? Уникально. Вы задумались ли когда-нибудь о тем, что каждый из вас, каждый, я убежден, в этом обладает воображением, представлением? Это уникально. Находясь здесь, если я вам скажу сейчас, представьте пляж с золотистым песком, представьте теплое море или океан, пальмы, шум прибоя, лодка качается на волнах, и вы уже все, у вас уже все тает внутри, правда? Потому что это у большинства ассоциации с хорошим таким отдыхом, который нам, ну, большинству из нас никогда не видать. К сожалению, к сожалению вам говорю, да? И мы понимаем, что побыть на Кипре где-нибудь, или в какой-нибудь Греции и так далее, это только так, ну, особые такие вот люди достигают этого. Вот, и вы знаете, но когда я вам говорю это, вы это представляете. Если бы вы были лишены представления, вы бы сидели сейчас, золотистый песок, и что? Ну, что он говорит такое? Пляж, море, пальмы, ветер, прибой. Что он такое говорит? Я не знаю вообще, о чем речь идет. Вы бы сидели, просто слушали, ерунда какая-то. Но вы закрываете глаза, и у вас картинка сразу. Вы представляете. Это удивительное свойство, которое Бог не дал на обезьяне, например, я надеюсь. Она не представляет свое будущее, она не представляет, не вспоминает о своем прошлом, может быть. У нее есть рефлексы и так далее, все замечательно. Но Бог наделил нас способностью представлять, воображать. Но у этой способности есть обратная или, скажем, такая оборотная сторона медали. Благодаря этой способности человек может научиться жить в данный момент времени переживаниями из своего прошлого или представлениями о своем будущем. И эти представления могут быть, знаете, люди могут, ну, по сути, в таких два состояния. Я говорю сейчас по отношению к духовным жизням. Я не говорю о физических вещах. Я говорю по отношению к духовной жизни. Вы можете жить либо своим прошлым, как правило, люди живут чем? Героическим духовным прошлым. Я когда-то молился, я читал Библию, я знал наизусть главы. Я у меня была. И люди, живя перед Богом сейчас, представляют ему себя в разрезе своего прошлого. Как будто вот эти заслуги перед Богом должны Бога, знаете, всю жизнь вдохновлять. Вот сейчас он слаб, сейчас он никакой. Сейчас я не вижу его вообще как христианина. Но я помню, что он когда-то знал наизусть три главы. Из Бытия, например. Или там, или, нет, Псалом. Какой самый такой ходовой? 22 Псалом, да? Вот он знал 22 Псалом, поэтому я уважаю его до конца его дней. И люди, живя прошлым, они подогревают своим воображением себя, свою духовность тем, что я знал 22 Псалом. Да, ничего, что я его забыл уже. Ничего, что у меня этот Псалом давно уже не работает. Но я знал его. Или же они могут быть или жить своим будущим, в котором есть два варианта. Они могут видеть, как там все будет однажды хорошо. Есть такие категории христиан, которые говорят, мы когда-нибудь прорвемся, когда-нибудь мы совершим, мы завоюем, мы победим. Когда им уже под 80 или 90, они все еще говорят, мы победим. И когда они умирают, в воздухе повисает вопрос, а когда побеждать будешь? Так у тебя уже-то и нету в принципе, когда ты будешь побеждать. И они живут этим представлением, что будет все хорошо, потому что они вот рассчитывают на что-то, что будет все хорошо. Или вторая сторона вот этих представлений о будущем, они живут какими-то страхами своими, переживаниями, что Господь не примет меня, обязательно я какой-то попаду в неприятности. Они живут уже ожиданием будущих проблем. Вот где-то что-то неправильно будет, и я попаду в проблемы, я попаду в какую-то трудность, какие-то переживания. Знаете, что при этом происходит? Когда здесь Иисус учил, Он говорил о идее, пище и так далее, и так далее, Он подвел к важному, Он подвел к 34 стиху, говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Я бы сюда добавил, ну Иисус не сказал об этом, но я так в нашу тему добавлю. И не живите воспоминанием вчерашнего дня. Потому что для каждого дня, который Бог определил вам на вашей земле, на этой земле, точнее, для вашей жизни, довольно своего наполнения, которое придет в этот день. Я хочу вам одно место показать. Мы потом вернемся к 34 стиху. Нам вернут потом. Смотрите, исход 31 глава, 14-15 стих. Место, за которое сегодня, ну, или, скажем, действие, за которое сегодня бьются многие христиане определенных динаминаций. Я, сейчас вы поймете, о чем речь идет, смотрите. Итак, соблюдайте субботу, ибо она святая для вас. Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет волную делать дело, та душа будет истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. 14-15 стих. Многие сегодня ратуют за то, чтобы надо соблюдать субботу. Я, вроде как, не против того, что должен был день покоя. Но давайте будем честными. Если мы решили соблюдать субботу, давайте ее соблюдать правильно. Хорошо? То есть, кто еще хочет соблюдать субботу? Я не сейчас не восстаю против того, когда люди говорят, субботу надо чтить. Я хочу показать сегодня, что когда мы пытаемся брать что-то из закона и напрямую его воплощать и говорить, надо соблюдать субботу, потому что так повелел Господь. Давайте внимательно посчитаем, как повелел Господь. Соблюдайте, она свята для вас, она отделена. Свята, отделена. Кто сквернит ее, да будет предан смерти. Кто станет волную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой день суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Теперь встает вопрос, что Господь понимает под делом? Деятельность. Если я встал с утра и заварил себе чашечку чая в субботний день, сделал ли я дело? Сложно сказать. Есть много у евреев толкования, объяснений, но я хочу вам показать, что Писание говорит, да будет предан смерти. И потому сегодня, когда мы говорим о том, что мы исполняем день субботний, так повелел Господь в книге Исхода, в Ветхом Завете, то не заблуждайтесь. Мы не исполняем его так, как повелел Господь. Потому что мы не готовы умереть за свои дела в день субботний. Или кто-то готов? Или кто-то готов за того, что вы в день субботний вдруг встали и что-то сделали? Ой, Господи, я забыл, прости, но я готов умереть, потому что я чту и исполняю закон. На самом деле, я хотел показать в этом месте Писания, что Бог сказал, шесть дней пусть делают дела в седьмой суббота покоя, посвященной Господу. Он постарался оторвать людей от обыденности. Не просто сказать, смотрите, почему Бог здесь так принципиально говорит ни о чем. Не о том, что, например, смотрите, Он не говорит, в шесть дней пусть делают дела, в седьмой день пусть обязательно молятся. Кто не будет в седьмой день молиться, тот будет предан смерти. Или кто не будет в седьмой день приносить жертвы, тот будет предан смерти. Или кто не будет в седьмой день ходить в храм, тот будет предан смерти. Кто не будет светить в субботу, он говорит, кто в субботу что будет делать? Дело. Кто будет занят чем-то, кто продолжит делать то же, что делал шесть дней. Есть дни, о которых сказано определение Божие. Шесть дней дал Бог тебе работать, седьмой день успокойся. Оставь свои дела. Обрати свое сердце к Господу. То есть пойми, что невозможно жить в седьмой день шестью предыдущими и следующими шестью. Работай делами и так далее. Дня каждого дня есть свое определение. Есть день, который нужно светить, день, который нужно успокоиться. Посвятить Господу, посвятить своей семье, посвятить своим близким, посвятить тому, чтобы Господь прославился. И мы вернемся к этому стиху, 34-му, 6-й главы. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Писание не просто говорит о завтрашнем дне. Не вот, ну, не живите им, не живите, не заботьтесь. То есть не полагайте в своих мыслях даже переживаний о том, что будет завтра. Для чего Иисус показывает нам это? Что мы научились жить здесь, этим днем, который есть у нас. Почему? Я слышал свидетельства, неоднократно свидетельства людей, которые говорят, вот когда сердце прихватило, когда я встал на пороге смерти, когда уже меня вот в реанимацию везли, и я чудом выкарабкался. Я вышел на улицу и заметил, что птички поют, цветы цветут, пахнут, аромат. А был как белка в колесе. Метался вот полностью и не замечал все это. Почему? Потому что планы были, воображение строило будущее. Воспоминание прошлого кормил себя, что у меня все хорошо и так далее. А день сегодняшний он пролетал. Кто может вспомнить вообще, чем вы были заняты в четверг? Кто может вспомнить, что особенного было во вторник? Большинство из вас не смогут вспомнить этого. Потому что он выпал, и вторник, выпал четверг. Мы только ключевые моменты. А, день рождения было у друга. Юбилей, свадьба, крестины, именины, похороны и так далее. Мы запоминаем ключевые моменты. А Бог говорит, для каждого дня довольны свои заботы. В каждом дне есть определение, которое Господь для нас вносит. Жизнь и заключается из каждого дня, в котором мы живем. И вы знаете, почему я акцентирую на этом внимание? Вопрос в том, что порой нам даже нужно приучить себя. Бог не зря говорит, кто будет день субботний сквернить, кто будет как бы в этот день иметь какие-то заботы, будет предан смерти. Чтобы вы были осторожными, чтобы вы научили себя. Вы думаете, израильтяне, которые согласились с этим законом, они сразу все, в день субботний, о, никаких дел, никаких забот. Они придумали много лазеек, чтобы обойти этот день субботний. Понятие субботнего пути и так далее. То есть, и когда мы говорим об этом, мы должны понимать дух писания в этом плане. И понимать, что Бог не просто написал это, чтобы народ заставить каким-то образом себя поклоняться. Вот они работают, работают, а им времени до меня нет. Надо заставить их меня любить. Бог хочет, чтобы мы научились, научились жить, замечать тот день, в котором мы живем. Знаете, когда мы слышим истории о самоубийстве людей, и когда люди читают предсмертные записки и говорят, я никому не был нужен, меня никто не любил, меня никогда, меня вот там родители или там мои друзья меня оставили, меня бросили. Это не произошло в одно мгновение. Вот человек однажды встал утром и понял, что его все бросили и спрыгнул, написал записку и спрыгнул с какого-то там этажа. Он замечал, что каждый день в своей жизни его друзья настолько заняты своими делами, что им дела нет до него. Они не принимают его. Они никогда не позвонят ему. Они никогда не спросят, как у тебя дела. И человек, доведенный до отчаяния, день за днем, не замечая любви в своей жизни, в один момент прыгает. И когда на похоронах эти друзья стоят и говорят, как жаль, что его сегодня... Что они говорят? С нами нет. А где вы были, когда он был с вами? Когда он был с вами? Порой люди, которые уже, может быть, в возрасте средних лет, они устремляют свои взгляды на свою профессию, карьеру, рост, они бегают, суетятся. Они не задумываются о том, что родители их уже в летах, преклонных, как говорит слово. И однажды может наступить момент, когда их не будет. И эти дети потом на могиле у родителей плачут и говорят, почему я так мало обнимал своих родителей? Почему я так мало говорил хороших, ласковых слов? Почему сейчас, если бы вернуть время, я бы заехал к ним вчера и позавчера, и поза-позавчера, я бы обнял их, сказал что-то доброе, если бы я знал, что они умрут вот так скоро. Но в том-то и вопрос, чтобы мы научились жить и ценить каждый день особо. Каждый день, что мы живы, что живы наши близкие, что живы наши родные, дарить им любовь, дарить радость. И я хочу сейчас коснуться второго такого момента, второго аспекта в этой проповеди, это понятие свободы. Почему я говорил о жизни, именно вот этом моменте жить сейчас, жить моментом, сегодняшним днем. Потому что, вот смотрите, я хочу 32 стих из этой главы вам показать. Иисус говорит, как бы, подчеркивая такую разницу, Он говорит, не заботьтесь, не ищите ничего, потому что всего этого ищут язычники. И дальше Он подчеркивает, и потому что Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете в этом нужду. Он говорит, потому что этого ищут язычники. То есть люди, которые не знают Бога. Люди, которые связаны страхами. Люди, которые связаны переживаниями. Люди, которые зависимы. Люди, которые имеют определенные трудности в своей жизни. Они ищут заботы о завтрашнем дне, чтобы чувствовать что? Безопасность. Если вы откроете учебник по психологии личности, то одна из потребностей человека, это потребность в безопасности. Чувство уверенности в том, что мой завтрашний день обеспечен. У меня есть где ночевать, у меня есть где жить, у меня есть что есть, я знаю, что я обеспечен. Чувство безопасности. Так вот Он говорит, показывает, язычник ищут этого, а вы можете быть спокойны. Потому что, не потому что вас Бог вырезал потребность в безопасности. Мы такие, нет мира сего люди, да? Нам не надо безопасность, мы спокойны. На самом деле нет. Мы в какой-то мере нет мира сего, да? Как Писание говорит, безумный Христа ради. Но нам присущи те человеческие качества, которые Бог заложил во всех людей. Но написано, почему наша потребность в безопасности удовлетворена. Потому что мы знаем, что Отец Небесный знает о наших нуждах. Но поймите разницу, когда я уверен, кто из вас уверен в своих родителях? Так мало уверенных? Ну, представим, что все подняли руки. Когда вы уверены в своих родителях, вы знаете, что если у вас возникла нужда, я о себе могу сказать, да? Мне, например, надо куда-то срочно с супругой уехать, чтобы кто-то посмотрел за детьми. Я знаю, что мне не надо звонить соседям, мне не надо искать кого-то, нанимать няню и еще, потому что у меня есть родители. Которые я могу позвонить и попросить. Я уверен, даже не в том, что они могут отказать, конечно. Это их право. Они могут отказать в какой-то момент, им сложно это сделать. Но знаете, в чем я уверен? В том, что если они согласятся, я уверен, что я спокойно оставляю своих детей. Это будет лучший досмотр. Вот в чем я уверен. Поэтому, когда я уверен в родителях, я знаю, о чем идет речь, когда я им оставляю детей. Мне не надо переживать, я не звоню каждые пять минут. Ну как там? Ну как там? Покормили, в туалет сводили, спать положили и так далее. Мне не надо звонить каждые пять минут. Я приезжаю тогда уже, когда мне надо. Все, когда я возвращаюсь. И вот здесь, когда мы говорим об уверенности, вот этой безопасности, Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Поэтому вам не обязательно переживать о завтрашнем дне. Представлять себе, каким он будет. вам можно жить сегодняшним днем, потому что вы знаете уверенность в Боге, который обеспечивает будущность. Итак, вот здесь сокрыто, опять же, определение свободы. Язычники ищут, потому что боятся. Они не свободны. А вы можете доверять Богу и доверять в той мере, в какой вы свободны. Если я не свободен сам в себе, я не могу доверять Небесному Отцу. Мне проще оставить заботу себе, потому что я, например, связан финансовыми трудностями или еще чем-то, и я понимаю, что если я себе не обеспечу, в завтрашнем дне ничего не будет. И мне сложно доверить это Богу. И я начинаю доверять кому? Экономии. Я начинаю доверять сохранению в долларе. Я начинаю доверять многим разным вещам. к покупанию товаров, которые могут подорожать, про запас чего-нибудь купить. Но я начинаю этому доверять. И я попадаю в категорию язычников. Потому что я уже думаю, куплю два холодильника, вдруг один сломается, а они же потом подорожают. А если один сломается, я буду выигрыша. Тот выкину или отдам на ремонт, или продам по запчастям, и у меня будет еще один новый. И при этом я благодарю Бога за мудрость. Это не мудрость. Это забота о завтрашнем дне. Мои прогнозы. Я уже себе посеял, что мой холодильник должен сломаться обязательно. Поэтому я уже второй новый поставил рядом. И я уже понимаю, что я посеял выгодно финансы, потому что вдруг завтра это подорожает, и я не смогу себе это позволить. Я уже много-много планов себе настроил, потому что я не свободен от финансов, от такого страха в отсутствии финансов. Все знают такое слово, как заначка. На черный день надо поменять в ту валюту, которая не такая быстрая, как зайчик, скачет туда-сюда. Надо поменять что-то стабильное, недвижимое, нерушимое. И мы понимаем, что мы настолько привыкаем к этим заначкам, что мы уже живем этими заначками. О, у меня есть там пару тысяч, все, я спокоен. А если у меня их нету, что меняется? Беспокойство приходит. Почему? Потому что я как язычник ищу в завтрашнем дне стабильности, но отцу доверить я не могу. У него же долларов нету. У Бога Отца долларов нету. Он же мне их не пошлет с неба, правда? Хотя на самом деле Иисус как раз здесь и показывает. Смотрите. Ну, это уже так я просто касаюсь. Об одежде не заботьтесь, потому что полевые лилии, они растут, не трудятся, не придут. И 29 стих говорит жестко, конкретно и просто вообще ошарашивающе для всех людей. Но говорю вам, что и Соломон, у которого уже кого-кого, на дольше того времени хватало явно. Лучшие там, которые шили, дома модные. Соломон во всей славе своей так не одевался, как всякая из них. Трава полевая, которую сжигают, которую никто не смотрит. Никто же не удивляется. Посмотрите, какая лилия. Это лучше, чем лучшие дизайнерские украшения. Мы там ногой пнули где-то на пруду и все, и пошли. А говорит, Соломон так не одевался, как всякая из них. Ладно. Это немножко такой лирический момент. Так вот, подлинная свобода. Я хочу открыть вторую главу Петра. Я, конечно, хотел бы рассмотреть всю эту главу, но вот сейчас я хочу, чтобы вы проследили четко за переходом моей мысли. Очень четко проследили. Когда мы говорили о язычниках, которые заботятся, переживают. Когда мы говорили о доверии к Отцу, подлинная свобода, это когда я могу доверять полностью, без всякого внутреннего страха, без всяких барьеров, без всякого внутреннего переживания. Я хочу сейчас перейти ко второй главе Петра, в которой мы видим второго послания Петра, второй главе, в которой мы видим некое учение или не учение, а рассказ или повествование Петра о лжепророках, о лжеучителях. Смотрите, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут в пагубные ереси, отвергаясь искупивших Господа, навлекая на себя скорую погибель. Сразу хочу сказать, что эта глава, она говорит не о людях отступивших, не о людях неверующих. Мы здесь видим сразу с первого стиха, были лжепророки, и у вас будут лжеучители, которые введут в пагубные ереси, отвергаясь искупивших Господа, навлекут на себя скорую погибель. Я понимаю, мы сейчас эту главу немножко рассмотрим и свяжем с тем, что я говорил в самом начале. Я не знаю, было бы очень хорошо, конечно, прочитать всю, но я, некоторые стихи, я буду некоторые пропускать и нам будут их высвечивать. Второй стихи говорит, многие последуют их разврату. Опять же, подчеркну, что речь идет не о неверующих людях. Здесь апостол Петр очень четко говорит о лжеучителях. И мы это видим, опять же, еще раз к первому стиху вернусь, отвергаясь, которые делают, что отвергаются искупившего их Господа. Речь идет не о людях, которые не знают Господа, речь идет о учителях, которые знают Господа. Но Петр их называет лжеучителями. И вот второй стих. Многие последуют их разврату и через них путь истины будет в поношении. Из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами, суд им давно готов, погибель не дремлет. Дальше я пропускаю. Там говорится, если ангелов не пощадил и так далее, праведного лота вывел. Девятый стих. Кто знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать как не суда. Наипаче тех, которые идут след скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольно, не страшатся, и злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью, не превозносят на них пред Господом укоризненного суда. Дальше опять же пропускаю. Они как бессловесные животные. Нам просто могут высветить, это вот так по чуть-чуть высветить, чтобы люди могли глазами проследить. 14. Глаза у них исполнены любострасти, непрестанного греха, не прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Дальше опять же немножко пропускаю право лама. Это безводные источники 17 стиха, облака, мглы, гонимые бури, им приготовлен мрак вечной жизни. Ибо произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разрад тех, которые едва отстав от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот твой раб. На 19 стихе остановлюсь. Смотрите, здесь мы в этой главе, я хочу, чтобы мы увидели понятие, Божье понятие подлинной свободы. Раз и навсегда. Мы когда-то, по-моему, касались этого, я точно не помню, но я хочу еще раз, раз и навсегда утвердить в нас понятие подлинной духовной свободы, внутренней. Потому что, когда мы читали вот это вот Ивангелие от Матфея, где говорится о доверии Богу, язычники ищут, они не свободны от страхов, язычники не свободны от переживаний. Но здесь мы читаем послание Петра 19, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Кто кем побежден, тот тому раб. Потрясающее место, сильное место. Оно показывает просто глубину понятия о свободе. Говорит, они вам свободу обещают, будучи кем? Проповедниками. Будучи теми, кто проповедует, кто учит. И Петр называет лжеучителями. Они учат о тех вещах, которых убеждены, но сами не обладают ими. Они учат и говорят, вот свобода, они обещают вам, мы дадим вам свободу, сделайте, последуйте нашими путями, сделаем, дадим вам свободу. Но он говорит, при этом сами остаются рабами тления. Потрясающее состояние души человека, когда человек называет свободой свою попытку быть свободным. Вы чувствуете разницу между попыткой быть свободным и подлинной свободой? Какой пример привести вам сейчас? Например, не знаю, ну, алкоголь, да? Если вы не имеете проблем с алкоголем, вообще, ноль, полностью, я верю, что здесь большинство таких людей, я верю, что здесь все такие, и вы, вот стакана нет с водой, кстати, да? Подайте мне, пожалуйста, заодно попью. И вот, стакан с алкоголем перед вами поместили, вот передо мной, например, я свободен абсолютно, у меня нет проблем с алкоголем. я смотрю, у меня внутри ничего не дергается, ничего не происходит. Абсолютно, абсолютно. Я могу свидетельствовать, что такое моя подлинная свобода. Он будет стоять на столе, я буду проходить мимо магазина, красивая бутылка, искрится, играет, мне это абсолютно не волнует, абсолютно. Это свобода. Когда я могу сказать нет, я попью, когда я могу сказать нет, не потому, что я себя держу в рамках, я себя держу в свободе, мне хочется, у меня там все горит внутри, да? Но я говорю, нет, я свободен. Подлинная свобода, когда я могу сказать нет, потому что у меня нет внутри давления, у меня нет, у меня ничто не давит. Вспомните Еву, которая пришла к дереву, познание добра и зла. Скажите, было ли хоть что-то внутри ее, что может быть ее толкало? Ну скушай, ну давай, ну вкуси, ну так красиво. Змей пришел и начал ей рассказывать, как это должно быть красиво и как правильно. У нее внутри абсолютно ничего нет, она сделала выбор абсолютно свободно. Свобода подразумевает, что у меня нет внутри давления, которое меня заставляет действовать так или иначе. Но здесь мы видим, что эти люди, они обещают свободу, они говорят, вы свободны, вы будете свободны. Вот то, что ты сейчас чувствуешь, это и есть свобода. Но он говорит, почему он называет лжеучителями? Потому что, говорит, они сами рабы тления, они сами исполнены давления внутреннего, у них может быть учение и правильное быть. Как они учат, вот не надо это делать, не надо то делать, не надо это, но глаза исполнены страсти. Если бы только Господь на мгновение сказал, ладно, сегодня день не засчитывается. Можете грешить, как хотите, все, что угодно делайте, все, завтра придете, на утро встанете, как будто ничего не было. Половина, люди такие бы сразу кинулись, потому что вожделение тянет и вожделение их не дает покоя. Если бы только было разрешение, зеленый свет с неба и сказано, ладно, неделя греха, неделя без этого, без контроля, все, не засчитывается, не пишется в книгу жизни, не переживайте. Вы знаете, вот разница между людьми, которые вот здесь написаны, подлинно свободными, и сказали, а зачем? Зачем мне неделя вот этого? Мне не надо, мне не тянет это. То же самое, извините, налить сюда чернил и сказать, кто хочет выпить? Вы скажете, в принтер залей, мы бумагу не печатаем, нам чернила не надо. Мы питаемся водой, живой водой. И поэтому, когда неделя греха, месяц греха, не важно, свобода подразумевает то, что у меня нет влечения. Я вернусь немножко, смотрите, к той категории людей, которую Петр здесь описывает. Здесь важный момент, во втором стихе написано, многие последуют их разврату. Мы поняли уже, что свободу эти люди не имеют, а только обещают ее. И опять же, сейчас, прежде чем перейти ко второму стиху, вернусь мысленно вернитесь к тому, что Евангелие от Матфея мы читали, что так делают язычники, а вам нет в этом нужды, потому что у вас есть Отец Небесный, который все знает. Вот как раз таки, когда у меня есть подлинная свобода, я могу это исповедовать. Я могу говорить, мне не надо заботиться, ты почему так не переживаешь? У меня есть Отец, я свободен, я знаю, не то что меня давит внутри страх, а финанса, страх о моем будущем, страх о том, что же будет со мной. У меня есть уверенность, я ею живу, что у меня есть Небесный Отец, который знает все. Я нахожусь в свободе. А здесь говорит, смотрите, эти лжеучителя, многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Вот это вторая часть этого стиха, она удивительным образом сегодня очень сильно исполняется в христианском мире. Путь истины будет в поношении. Посмотрите сегодня, многие христианские тенденции, бренды, тренды, говорю всеми специально модными словами, которые, такой некий, знаете, лейбл современного христианства, такая вывеска, они сегодня олицетворяют в себе успешность. Обязательно, это должен быть такой дорогой костюм, огромный зал и так далее, и так далее. И вот, это такой признак успешности в Боге. И когда приходит христианин, который, может быть, как сказать, говоря современным таким языком, неудачник, по человеческим меркам, но он принят у Бога, он знает Господа, он ходит с Богом. У него нету огромного имения, у него нет авторитета, у него нет, может, какой-то красноречия, нету какой-то харизмы. Он простой человек. Вот, смотрите, через то, что лжеучителя усилились, истинный путь будет в чем? В поношении. И люди будут смотреть, а что с тебя взять? Что ты? Ты никакой. Но в нем Дух Божий пребывает. Истинный путь, это когда мы понимаем, что есть глава Христос. Нету звезд христианских, нету величин, нету авторитетов. Все, которые стоят на платформах и там вещают через интернет, братья, такие же, как и мы с вами. Нету вождей, нету лидеров. Есть Господь, пред которым все преклонятся. И поэтому, когда последует разврату лжеучителей, а их признаки, я вам сейчас очень быстро покажу. Второй стих нам сейчас откроется. Смотрите, третий мы читаем, как мы можем распознать таких учителей, которые так говорят. Третий стих говорит, из любостяжательства будут уловлять вас льстивыми словами. Любостяжательство. И Павел еще пишет, которое есть что? Идолослужение. Любостяжательство. Стремление к обогащению. И здесь речь идет не только о деньгах. Из любостяжательства стремление к обогащению всем, чем угодно. Славой, богатством, финансовым и так далее. Уважением людей, авторитетом, не знаю, какими-то прилепленностью к богатству. Все, что угодно. Все, что я могу накопить себе и пользоваться этим как благом для своей гордыни. Не важно, не просто может быть. Я могу быть нищим, грубо говоря, но гордым. Бедные, но гордые. Да, есть такое выражение. Я могу быть нищим, но при этом отчаянно жаждать признания человеческого. Все, все свои силы, все соки из людей вытягивать, чтобы только меня хвалили, восхваляли, признавали, ублажали каким-то образом, там авторитет мой возвеличивали. Это и есть тоже любостяжательство. И они из-за чего из любостяжательства будут вас брать в свой удел льстивыми словами. Какой ты хороший, как с тобой здорово, как ты правильно мыслишь, какой ты вот, вот давай мы тебя направим. На самом деле вы будете просто питать их. И вот, то есть я сейчас такие признаки вот этих, как Петр говорит, лжеучителей любостяжательства. По сути, в противовес признаком Божьего служителя, Божьего человека будет простота и открытость. Дарить, раздавать себя, жертвовать, жертвенность. Не пытаться, ну ладно, эта тема немножко другая, я просто сейчас не хочу. Второе, вот смотрите, 10 стих. В 10 стихе некоторые еще признаки есть. Там просто описание про Содом. Наипачи тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, плотские похоти, греховность разного рода. Но не греховность, как таковая, знаете, когда просто там человек, учитель, мы понимаем, речь идет о лжеучителях, когда он просто грешит и так далее, о том, что грехом не признается. Сегодня много в церкви вещей, которые перестали признаваться грехом, которые на уровне, возможно, там служителей, божьих там, мужей, которые поставлены, как-то блюсти в церкви, порядок, не признаются больше грехом. Не признаются. Скажу, например, простую вещь. Это может касаться любостяжательства, но сегодня уже во многих церквях не признается пороком стремления к роскошной жизни, к роскошной жизни. Какая у пастора должна быть машина? За сколько тысяч? Вопрос коварный, правда? Хорошая, многие скажут. Но знаете, хороший враг лучшего. Мы должны иметь лучшее, мы дети Божьи. И начинается. 100 тысяч долларов на машину уже мало, давай за 200, давай и так далее. Роскошную. Ничего, что у остальных людей в церкви разваливаются машины, и таких даже нет, и вообще нет. Любовь или стремление к роскошеству, стремление к каким-то, знаете, удовольствиям. Есть такой синдром, опять же, служителей уникальности. Когда за мою уникальность Бог вроде должен мне прощать пороки, правда? То есть мне позволено уже не так бодрствовать сильно, мне позволено где-то, ну, например, мне надо стресс снять, я могу сесть, там, пиво попить дома, пару литров безалкогольного, да? То есть, и при этом прийти на следующее служение сказать, слава Господу, все нормально, братья и сестры, я там выпил бутылки две хорошего вина плодово-ягодного, я в порядке. И порог приходит в жизнь людей. И апостол Петр потом говорит, это лжеучителя. Я просто, здесь такие есть места Писания, которые, например, смотрите, вот эти два места, которые, вот 18 стих показывает, смотрите, 18 стих на высвете, он говорит, произнося надутые пустословия, сейчас поговорим об этом, они уловляют в похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть, они только-только еще из этого заблуждения вышли, они только-только оставили этот алкоголь. И здесь приходят заучители и говорят, а все было нормально, мы к свободе призваны, не переживайте. Если, как там Писание говорит, все это знаменитое место, говорят, ничего не должно мне обладать, ну, все мне позволительно, не все, правда, полезно, но это уже мои проблемы, да, главное, что ничего не должно обладать, оно не обладает, не обладает, уловляют. Петр конкретно говорит, лжеучителя, второй стих, смотрите, он и говорит, ой, первый стих, они говорят, были лже-пророки и у вас будут лжеучители, которые введут в пагубные ереси, отвергаясь искупившего Господа, отторгая благодать Божью, они теряются, они не знают, как двигаться, они начинают искать свои пути, в том числе, мы говорили, плотские похоти. Дальше, в 10 стихе, опять же, это мы видим дерзость. Есть понятие духовного дерзновения, когда мы дерзновение перед Богом имеем в силу нашей веры, но здесь говорит дерзкий, дерзкий. Я хочу, чтобы мы понимали с вами, что есть вот эта резкость в характере, дерзкость, то есть, когда, дерзость, когда мы поступаем с людьми жестко, строго, не в плане там, как, такое, знаете, отцовской строгости, а просто в силу нашего характера дерзкого. Признаком Божьего человека является кротость. Кротость сегодня непопулярна, кротость сегодня уничижена, кротость, ну что, забитый, серый, кроткий такой, не забитый. Кроткий характер позволяет проявиться Господу, позволяет Господу вступиться за вас, когда надо. Я с сожалением вспоминаю, мне стыдно за моменты моей жизни, когда я в своей жизни борюсь за свои права сам, когда я начинаю где-то, может быть, на работе выяснять отношения, повышать голос, мне стыдно за это. Я это делаю. Я не говорю, что здесь я ангел, братья и сестры, вы дерзкие, а я кроткий. Я им говорю, что мне стыдно за это, потому что я понимаю, что когда мы попадаем в категорию дерзкий, мы не можем из своей дерзости учить о путях Господних, потому что мы отвергаемся Божьего характера. Кротость, которая добудет что, всем известно. И дальше я просто иду уже, чтобы время наше уже подошло к концу практически, да? Своеволие и отвержение авторитетов здесь написано. Десятый стих. Своевольные не страшатся злословить высших. Своеволие и высокомерие по отношению к другим. Порой даже не скрываемое. Высокомерие. Я думаю, что я сейчас какой-то тогда раздел завершу. Я думаю, что мы продолжим на следующее служение еще. Потому что еще я хочу очень много вещей, на мой взгляд, важных сказать. Но я просто завершу вот эту часть по этой главе. Второй главе второго послания Петра. Смотрите. Своеволие и отвержение авторитетов. Вы знаете, что когда мы говорим об авторитетах, это речь не идет о том, что мы должны всем подчиняться, мы должны просто покоряться, мы должны подчиняться. Покориться и подчиниться может человек, только обладающий достаточной мерой смирения. Смирение. Своеволие и не страшание злословить высших это признак на эти такого опять же характера, который не хочет никому покоряться. Гордого, самодостаточного. Для того, чтобы покориться, смириться, надо иметь определенную силу, достаточную силу. И когда речь идет о служителях или учителях, которые не хотят покоряться высшим, они не признают авторитета. Кто не признает авторитета? Беспредельщики, говорят так, да? Это значит, что люди, для которых не существует авторитета и закона. Когда я не покоряюсь авторитету, когда я не покоряюсь закону, могу ли я покоряться Богу? Могу ли я в полной мере покоряться Богу, братья и сестры? Я понимаю, что вы уже, уже время наше закончилось, я просто хочу закончить здесь. Могу ли я покоряться Богу в достаточной мере? Не думаю. Не думаю, что я могу в достаточной мере покоряться Богу. Это то же самое, как если я, например, родителям непокорный в детстве был, например, в школе учителям там непокорный, на работе не хочу никого слушать и так далее, не признаю никого, говорю, у меня только один авторитет Господь. Где гарантия, что в какой-то момент времени, когда Господь поступит не так, как я хочу, я не отвергну Его, как и прежде все авторитеты в моей жизни. Покорение авторитету, смирение подлинное, это черта характера, которую мы приобретаем. Если я с детства, мне тяжело было покоряться родителям, потом учителям в школе, покоряться на работе начальству, покоряться где-то в служении, когда мне просят что-то сделать. Если мне тяжело покоряться, то мне тяжело будет покориться Богу. Потому что что такое смирение перед авторитетом? Это значит убрать свою волю. То есть, если вам сказал на работе начальник, бери метелочку и, пожалуйста, убирай вот этот вот мусор. Вы говорите, как? Я человек с высшим образованием, я авторитет, я такой великий, я буду убирать мусор? Ты можешь не убирать, но тогда ты не покорен. Итак, последнее, которое важно вот этот в этой второй главе, и мы будем все, я обещаю, что это последний стих, 18 стих. Ибо произнося надутое пустословие, они уловляют в плотских похотях и разврат тех, которые 20 лет находящихся в заблуждении, мы читали, да? Произнося надутое пустословие важнейшим признаком, опять же, лжеучители. Смотрите, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотске похоти. Я хочу, чтобы вот здесь, мы сейчас будем молиться, но вот это, вот эта мысль, произнося надутое пустословие. Когда эти учителя учат, когда они говорят, очень важным признаком их учения, то, что они ведут в заблуждение, это пустые речи, не имеющие жизни. Мы сегодня с самого начала услышали слово, я повторил об этом, что мы здесь для того, чтобы вкушать хлеб, шедший с небес. Учителя, которые пытаются увезти от этого хлеба, они не имеют от духа вдохновения, никогда не будут иметь. Лжеучителей, Господь однозначно, как учителей, отвергает, и никакого содействия Духа Божьего не будет. И поэтому Петр пишет, произнося свои проповеди, являющиеся, по сути, чем? Надутым, надутым, то есть хорошо раскачанным, но пустословием, не содержащим жизни в себе. Они через это пустословие и уловляют в плотске похоти. Пустословие им говорит, что можно, это не страшный такой уж грех, это перед Богом не так уж смертельно. Помните, Писание говорит, что в последнее время люди будут говорить, делать? Искать кого? Учителей, которые лестили бы слуху, которые бы подпитывали пороки и проблемы, которые бы просто приходили и говорили, о, вы помазанники, о, вы молодцы. То же самое, как если мы в группе говорили, после каждого прославления приходили, вау, ребята, класс, лучше, чем в прошлый раз, лучше, чем в прошлый раз. И каждый раз мы говорили, лучше, 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 они бы сами в конце концов задали, подождите, как это мы каждый раз можем играть все лучше и лучше? Мы это чувствуем, что мы на месте стоим, к примеру, А как это мы все лучше, лучше и лучше? А потому что учителя вокруг, которые просто льстят слуху. И в итоге они будут говорить, да мы лучше и лучше. Каждый раз играем, уже с ошибками играем, уже в ноты не попадаем, уже вообще ноты забыли. Уже даже включают, не включаем, потому что какая разница? Все равно скажут, что вы лучше и лучше. Уже звука нет, песни нет, все давно угасло. Но мы, как произнося, для них надутая пустословия, говорим, вы лучше, вы лучше и лучше. Что мы в итоге для них сделаем? Они как группа умерли, ибо мы перестали питать их правдой. Но когда мы питаем их правдой, они стремятся жить, развиваться, они стремятся к жизни. Поэтому, когда и звучат теории, какие-то концепции, не оживляющие, не дающие надежды, не приводящие ко Христу, мы понимаем, что это лжеучители. Итак, мы говорили про свободу. Я призываю вас сейчас могу молиться. Я просто на этом остановлюсь. Мы продолжим. В прошлый раз, я напомню, тезис, о чем я говорил. Я просто хочу еще, мы коснемся, почему мы говорили сейчас про свободу. Я анонс тогда сделаю небольшой. Мы говорили сейчас про свободу. И вторая часть, это мы коснемся уже непосредственно греха. Что мы видим в Писании относительно греховности и греха? Мы посмотрим, в частности, такую фразу, что грех стал крайне грешен. Замечательное выражение, правда? Грех становится крайне грешен. Мы посмотрим те вещи, которые Бог считает грехом или не считает грехом, но не в плане практики. Вот это можно, это нельзя. Друзья, рассмотрим некоторые притчи, которые, например, притчи о плевелах. Я хочу, чтобы на самом деле мы с вами научились понимать подлинную жизнь Божью, подлинную вот эту свободу, которой мы призваны. Давайте встанем сейчас. Мы будем молиться. Итак, сегодня я хотел бы, чтобы мы действительно просто осознали, молились, что мы должны жить тем моментом, который дарал он Господь, и пребывать в той свободе, которую Господь дал. Давайте будем молиться. Господь Иисус, мы благодарим Тебя сейчас. Слава Тебе. Мы благодарны за время, которое Ты даровал нам, вникать в Слово. За время, которое Даровал нам сегодня принимать участие, Господь, в заповеди Твоей. Я благодарю Тебя за каждого человека.